Привет всем! Сегодняшнее видео я посвящаю моим подписчикам, которые задают мне вопрос Как я выучила английский язык? Сразу хочу сказать, что я его не выучила, я до сих пор нахожусь в процессе Чем больше я его учу, чем больше я общаюсь на английском языке, тем больше я замечаю, что я вообще английский язык не знаю Ну, если говорить серьезно о своем экспириенсе Когда я приехала в Америку, мне было 42 года, и английский у меня был совершенно базовый, даже ниже, чем базового Какие-то очень простейшие предложения, я не знаю, я хочу пойти в кино, я пойду в магазин, я хочу купить хлеб Ну, что-то такое, я хочу пойти еще там что-то сделать Почему базовый? Потому что я уже говорила в своем самом первом видео, и как я вообще-то попала в Америку Вы можете посмотреть, в самом моем первом видео я оставлю ссылку под этой съемкой И я не готовилась к тому, чтобы переехать, и никакие классы и курсы в своей стране я не брала Когда я переехала, я сразу вот столкнулась с тем, что надо теперь учить английский язык, надо с чего-то начинать И поскольку почти сразу я начала работать, потому что когда я приехала сюда, я на второй же день подала все документы к адвокату, я наняла адвоката И таким образом я легально находилась в стране, и мне дали временное разрешение на работу, я стала работать, стала работать в аптеке И это была очень тяжелая работа, потому что аптека это была, называется это здесь компаундинг То есть, который готовит, только готовит лекарства всевозможные, эликсиры, сиропы, таблетки И я там научилась, конечно, интересные вещи там тоже я для себя подчеркнула Я научилась там делать таблетки на каких-то специальных, на каких-то, на каких-то эквипентах Я научилась делать гормональные палаты, которые под кожу вводятся, стерильные Очень много интересного я здесь увидела, того, чего я никогда не видела там у себя в аптеке И какие методы они используют, и какое они оборудование используют То есть, мне поначалу все это очень нравилось Особенно меня заинтриговывало само состояние, что несмотря на то, что я приехала в другую страну И у меня они очень хорошие, вообще нет языка Я все равно могу работать, я могу зарабатывать деньги, и я работаю в аптеке, а не где-нибудь То есть, я не хотела идти работать в магазин, на кассе стоять Ну, в общем, я была очень горда тем, что я опять же работаю в аптеке И сразу я себя настроила, что я сама сказала себе Никто тебя в эту страну не звал, никто тебя не будет учить английскому языку Никто тебя не будет поправлять Ты должна его учить, ты должна быть готова к тому, что будешь оказываться в какой-то унизительной, неловкой ситуации И даже некоторые люди будут использовать эту ситуацию Но я должна браться терпения, со смехом, с юмором относиться к тому, что я пока не знаю язык И учить этот язык С чего я начала? Во-первых, я пошла в местный университет, в котором находится фармацевтическая школа Я встретилась с адвайзером, я принесла все свои документы, свой диплом Что я хочу подтвердить этот диплом и работать как провизора Он здесь называется фармацевт И он, когда все посмотрел, сказал, все хорошо, все отлично Тебе вот нужно вот это, вот это, вот это сделать Но я бы тебе советовала, здесь два пути существует Получить фармацевтический лайсенс Это первое, значит, это эвалюировать свой диплом Это ты должен пройти, это тоже занимает время А потом после этого, если тебя эвалюировали, подтвердили твой диплом Что он acceptable в Америке Тогда тебе дают направление Ты начинаешь сдавать экзамены, 4 экзамена И второй путь, ты можешь пойти, значит, более долгим Как это он объяснял мне, и это очень более дорогой путь Потому что стоит это будет где-то около 100 тысяч долларов Чтобы закончить фармацевтическую школу в Америке Ну и, естественно, я даже и думать не надо было Я думаю, да сдам я эти экзамены, да выучу этот язык Да вот добьюсь, ну я всегда всего добивалась Так вот успешным человеком, успешной женщиной была И здесь я добьюсь И начала, значит, оформлять свои документы Отправила свой диплом Значит, это называется в Pharmacy Board Здесь National Pharmacy Board Отправила документ Заняло у меня это где-то полтора года переписываться То то надо было мне дослать, то это мне надо было дослать То нужно было непосредственно, чтобы мне Им со школы, там фармацевтической школы, где я училась Я училась и в Ташкенте, в Узбекистане Чтобы они прислали все, значит, опять мои оценки Все предметы, которые я проходила С печатями, с официальным письмом То есть не так, чтобы они мне прислали Я потом переслала здесь Нужно это очень, это тем более сейчас Звонить в Узбекистан, просить кого-то Это мне стоило вообще очень много времени потратить Я звонила туда и переговаривала В общем, в конце концов, все это сделалось Все это прислалось, все это эвалировалось И начала я готовить сама себя к первому экзамену Который называется FPGE То есть это Foreign Pharmacy Graduate Exam И этот экзамен очень-очень-очень сложный Значит, иностранцы, которые провизора Приезжают сюда, в Америку Они его сдают по 5, по 10 лет И не могут сдать, потому что экзамен очень трудный Он приравнивается к экзамену выпускному Который здесь американские студенты Когда они заканчивают фармацевтическую школу Вот они его сдают, это считается, значит, последним Graduation, то есть окончательным экзаменом И тогда они получают уже фармацевтическую, значит, лайсенс И работают фармацевтами И вот первый экзамен FPGE Я стала смотреть, значит, это же на английском языке Мне нужно сдавать И когда я, значит, купила эту книгу, заказала эту книгу Как готовиться к этому экзамену Книга это была вот такой толщины И листочки были такие тоненькие, как папирусная бумага Вот это все надо было учить А я зарегистрировалась У меня экзамен должен был быть То ли через 4, то ли через 5 месяцев Ну, не больше, чем через 6 месяцев Когда ты Все, у тебя эволюировали Тебя опруф сделали Что, да, ты можешь, ты acceptable То тебе дают всего не больше полгода И что я делала? Я ездила в библиотеку при медицинской школе Шикарная библиотека в Омахе Вот что нужно отдать должное Шикарные там Там столько места Укромные такие места есть Чтобы сидеть и заниматься для студентов Для преподавательского состава И я выбирала себе день там за кутки За стеллажами, с книгами Место с мягким креслом С подсветкой И кресло это даже раскладывало Что я могла Я иногда вставала после работы Туда сразу ехала, быстро перекушу Туда, когда приеду, быстренько перекушу Как-то бутерброд Я уже заранее себе утром дома готовила И иногда от усталости Я вот прям вот отключалась Я раскладывала это кресло И знаю, что меня никто не увидит Там где-то в уголке И я засыпала Где-то минут на 15, на 20, на 30 И потом дальше продолжала учить И приезжала домой где-то в 10 часов вечера Ну вот как я учила Я открывала книгу Вот до сих пор мое первое впечатление Я открыла книгу И читаю первое предложение И я его практически почти не понимаю Мне страшно было Как я вот эту всю книгу За 4 месяца должна выучить На английском языке Вот я вам хочу даже показать У меня словарь Я извиняюсь Этот словарь очень В неприглядном состоянии находится Он у меня был новый Когда я его первый раз открыла Вот сидя в библиотеке Открыла я русско-английский словарь Ожегова Вот он был у меня новенький И за вот эти месяцы Когда я готовилась к этому экзамену Я вам могу показать Вот он превратился во что? Вот он превратился буквально В какой-то тряпочке Вот я сейчас листаю Пыль летит Как будто тряпочка Вот такой словарь стал Потому что я его листала Туда и сюда Туда и сюда Каждое почти предложение Туда и сюда Таким образом И записывала себе Вот У меня много тетрадей Вот Я тоже опять же хочу Только какую-то часть показать Как я конспектировала свои По словам По предложениям По Просто выписывала 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 И вот просто даже В книге На полях карандашом Писала перевод Каждое Каждое слово Каждое слово Которое я не понимала Я так стрелочку Ставила наверх И писала перевод Ставила и писала перевод Или на полях выводила И перевод карандашом Вот у меня вот эта вся книга Она вся Вот Промаркирована Переводами 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 С английского На русский язык Вот Таким образом Я учила его В течение нескольких месяцев Эту книгу Учила Все заново Поднимала И математику И биологию И анатомию Вот И Я не могу вам передать Как это было трудно Не могу передать Когда я приехала На первый раз На этот экзамен Я зашла Я помню до сих пор Что я ездила в Калифорнию И Сан-Хосе Туда Значит Два раза По-моему в год Приезжают Вот эти все Провизора С других стран Которые хочут Экзамены В Пидже И сдать И каждый раз Это тысячу Около тысячи человек Я до сих пор помню Когда я пришла И Подъехала К вот этому Зданию Где проходит Этот экзамен И там такая Стояла Длинная Очередь Как змеёй Которая далеко 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 Уходила И осталась В конце этого хвоста И смотрела Вот на вот этих всех людей И думала Господи Как же сдать Этот экзамен Вон их сколько Здесь И молодые В основном А мне уже Как говорится Середина Сороковых Моих Зашла потом Когда я в здание В это тоже И вот так Уже когда Сели мы За столы Расселись Я специально Так посмотрела И посчитала Сколько рядов Сколько человек В одном ряде Сидит Сколько Всего рядов И я насчитала Это было Ровно тысячу человек Ну вот я сама Себе сказала Ну и что А я всё равно Этот экзамен сдам Я всё равно Этот экзамен сдам Такая у меня Уверенность была Я старалась Не смотреть Ни на кого Не старалась Не смотреть Ни в чьи глаза Чтобы не увидеть Тревогу Чтобы вот эта тревога Чья там Мне не передалась Я вот просто Села за стол И вот так вот Смотрела Вперёд На там Доска была На которой Значит Преподаватель Или кто-то там Писал нам Что нам Как нам нужно Заполнить аппликацию Перед тем Как начать отвечать На вопросы И когда Разнесли Всем раздали Каждому Значит раздали Вопросник И сразу Значит Я с таким трепетом Сразу быстрее Потому что Этот экзамен Длится 6 часов По-моему 6 часов Да 3 часа Потом перерыв И ещё 3 часа И я сразу Стала Значит Открыла тетрадь Эту Вопросник И нам Раздали карандаши И сразу И сразу Стала читать И вот Как-то Я Не сильно Углублялась Каждый вопрос А как-то Быстро Вот так Читала их И примерно Понимала Что от меня Требуется Что С меня Спрашивают И 4 ответа Которые внизу Опять же Быстро Прочитывала И сильно Не углублялась И вот Первое То что я думала Вот Вот это Вот это Ответ Вот этот Ответ Правильный И я Ставила Вот Именно Марк Я ставила Что вот Этот вопрос Правильный Как бы Сама себе Говоря Что Первая Интуитивная Подсказка Она всегда Верная Потому что Если ты Начинаешь Сильно Вчитываться Каждый ответ Кажется Что он Верный Но Ты должен Быстрее Быстро Прочитать И первое Что тебе Пришло Вот Это Ответ Правильный Вот Так Я его И выбирала Значит Нужно Было Мне Получить 73 Бала Вот И я Получила 71 С первого Раза Я Конечно Очень сильно Расстроилась И Второй Раз Опять Я подала На Пересдачу Это Еще Через 6 Месяцев И опять Я Ездила Почти Почти Каждый День В библиотеку После работы И там Занималась Уже автоматически Я даже Иногда Не понимала О чем я читаю Я уже Не понимала Что я Конспектирую Что я пишу Просто писала 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 Переводила Смотрела Переводила На автомате Я так считаю Что Даже Когда ты На автомате Это делаешь Все равно Что-то У тебя Откладывается Когда Ты Много Много Работы Перелопачиваешь Пропускаешь Через себя Все равно Что-то У тебя Остается И я считаю Что иногда Люди Говорят Ой Вот Тот Экспириенс Или Тот Опыт Я там Столько-то Времени Потратил И Он оказался Бесполезным И не принес Мне никаких Результатов И пользы Мое Глубокое убеждение Что Любой Опыт Любой Экспириенс Который Вы прошли Он для чего-то Вам Для чего-то Нам нужен И в будущем Где-то Он обязательно Пригодится Таким образом Я и учила Английский язык То есть Через Свою Профессиональную Подготовку К экзамену И второй Род Когда я поехала То же самое Я опять Ни на кого Не смотрела Я опять Зашла Я была уверена Что я вот такая Вот такая Вот вся Очень умная И удачливая И этот экзамен Я все равно сдам Я ответила Опять на все вопросы Одна из первых Вышла Из Этого здания Я помню У меня такая Дикая головная боль Началась Почему-то Я не знаю Это наверное От того Что все равно Ты же Ну Переживаешь У меня была Дикая головная боль Я не знала Что мне делать Я сижу Отвечая на вопрос Массажирую Так свою голову Потом вообще Я уже чувствую Что я не могу сидеть У меня какие-то мурашки Прям такие вот Там внутри В голове Какие-то такие мурашки Холод какой-то В голове Боль Я взяла Вот так встала И стою И опять массажирую И стоя Отвечаю на вопросы Стоя Отвечаю на вопросы Еле-еле я Выдержала Ответила на все вопросы Уже отвечала на последние вопросы Уже так вот Потому что Вторая часть Тоже три часа Я уже Отвечала Вот Просто Так Раз 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 Вот здесь Наверное 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 И вышла Вышла И Я уже не помню Как у меня эта головная боль Прошла Но Я приехала домой У меня такое было впечатление Что Да не сдала Этот экзамен Я вообще И плохо занималась Уже как-то Вот на автомате Занималась И на автомате Отвечала на эти вопросы И вдруг Мне снится сон Значит А вот Еще значит Если ты не сдал Тебе присылают Просто маленький конверт Значит Что ты не сдал И Значит Что ты можешь пересдать А если ты сдал Тебе присылают Большой конверт Большой Почему Потому что Туда вкладывается Значит Документ Что тебя поздравляют Что ты сдал Официальная бумага И Потом Плюс Вкладываются Еще аппликации Для следующих экзаменов И Значит Объяснение Как готовиться К следующему экзамену И мне снится сон Буквально За неделю До того Как я должна была Получить Значит Конверт Ну К себе По почте Мне снится сон Что я иду Открываю почтовый ящик И там лежит Такой большой Конверт И через неделю Когда Значит Я уже знала В какой день Должна прийти почта Я Значит Сижу дома Сижу 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 И специально Не иду Я уже Знаю Что почтарен Вот в это время Приходит Думаю Вот он уже пришел Вот пусть он все там положит А потом я уже пойду И проверю Свой почтовый ящик Ну Пошла Иду Вот с таким прям Замиранием Открываю почтовый ящик И там Большой конверт Лежит Я так схватила этот конверт Прям аж задрожала Тут же его так Разорвало Открыло И там написано Поздравляем Вы прошли У вас 75 скор Что значит Вы по всем этим Параметрам прошли И вот готовьтесь Теперь к следующему экзамену Я такая счастливая была Я не знаю Целую неделю Я ходила у меня прям так Грудь колесом Что вот Я в Америке Плохо Знаю английский язык А я сдала экзамен На фармацевта Теперь мне там осталась Такая какая-то чепуха Сдать английский язык И там сдать Опять же Наплекс Для тех Кто вот уже Фармацевты Которые сдают В Америке После фармацевтической школы Экзамен Он называется Наплекс Ну уж если я Этот FPG И сдала Очень такой труд То и Наплекс Я сдам Ну и в общем Вот так вот И стала готовиться К Тойфолу Это Экзамен По английскому языку Который состоит Из четырех частей Это Это speaking Это reading Это Listening И Writing То есть нужно было Написать сочинение Нужно было Проговорить там На разные различные темы Которые тебе дают На экзамене Нужно было прослушать лекцию Ответь на вопросы Прочитать тексты Быстренько ответить на вопросы Экзамен длится 4 часа Через 2 часа Перерыв 15 минут Я его На нем я застряла Я его сдавала 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 И главное Что нужно сдать Сразу все 4 части И набрать определенные баллы По каждой части Не то что ты общий балл набираешь Я то по одной сдам По другой не сдам По другой сдам Тот не сдам Вот Застряла я Поэтому сказать Что я знаю Английский изнык Сейчас я считаю Что я его более-менее знаю Уже Поскольку Столько лет прошло Еще я хочу подсказать Как Можно Во-первых Я считаю Что есть люди У которых Дар Они учат языки На раз-два-три То есть Для них Это не составляет труда Учить иностранный язык Вот Для меня Например В моем случае Это очень Дотошный Процесс И Я не знаю Мне очень 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 сложно Учить английский язык Что я еще делала Например Я читаю Какую-то Книгу Или Журнал Какой-то И там Статья какая-то Мне очень понравилась И прям Я читаю И прям Наслаждаюсь языком Которым Автор Пишет эту статью Я что делаю Я например Беру иногда И Выписываю слова Вот так Вот таким образом Я выписывала То что мне интересно было Я прям Фразы выписывала И С переводом А в основном Без переводом Потому что я уже Понимаю эту фразу Но как правильно Построить на английском языке Вот это самое главное Потому что если вы будете знать Набор английских Просто слов Вот Как вот я вот такие вот Словари Словарики вела Все время Переписывала Учила Заучивала Или там вот Какие-то себе Просто маленькие Предложения На какую-то тему Писала Вот тоже их Заучивала Вот еще Такие словари Тоже Тоже туда-сюда Туда-сюда Вот Сколько я их Вот Сколько я их Вот писала Учила вот эти вот Слова Они мало что дают Конечно они тоже дают Но что я заметила Мне стало давать Когда Вот Я стала Ну вот например Опять же говорю Что я читаю Какую-то статью И мне эта статья Вот очень понравилась Я беру ее И прям Прям переписываю Статью всю Полностью Полностью статью А потом под статьей Еще выписываю Эти же предложения Которые мне понравились Потому что Опять Нужно правильно Говорить по-английски Даже если у вас Пусть не будет Большой набор слов Которыми вы будете Оперировать Но если вы правильно Ставите Правильно используете Слова Очередность Чтобы у вас Американец понимал Если американец понимает То уже То есть Считайте Что вы умеете Говорить по-английски Что вы умеете Общаться Еще раз Для того Чтобы говорить На английском языке Много слов не надо Но если вы хотите Более профессионально Профессионально Разговаривать Например Я работаю в аптеке Мне нужен Более профессиональный язык Тогда Нужно учить Более Advanced English То есть Более Более Сложный язык Более профессиональный язык Поэтому Вот я бы рекомендовала Когда вы читаете Книги Ну вот например Сочинения Когда я писала Я себе сразу написала Как правильно Писать сочинения Вообще Если вы научитесь Правильно написать Сочинения На английском языке Они здесь пишутся Немножко в другом формате Не так как вот у нас В Советском Союзе В России Мы писали Немножко в другом Немножко проще формат Вот например То есть Если вы пишете Вот такой Очередности То есть Пишите сначала Кто Там действующее лицо Потом Что Что он делает И когда он это делал И где он это делал И почему он делал И как это делал Вот вам уже формат Написания Значит Любой статьи Любого Ну будем говорить Диктанта Изложения И так далее И когда вы пишете Это вам пригодится Даже при написании Вашего резюме Ваших каких-то писем Которые вы будете подавать И писать Для устройства на работу И просто переписки Какой-то Даже с Американскими друзьями С английскими С англоговорящими Значит Друзьями То это очень помогает Вот Какие-то пословицы Поговорки Я выписывала На английском языке И вот Книги беру Покупаю Книги Вот с чего Сейчас я уже Этого ничего не делаю Но В самом начале я делала Если я читаю Какую-то книгу Которая мне нравится Нужно выбирать Книгу Которая вам нравится Которую Например Которая вам близка По духу Жанр Который вам нравится Может быть Это роман Может быть Это трагедия Может быть Это детектив Может быть Это Ну Различные жанры То что Вам по душе Приключенческие жанры И Таким образом Вам легче будет Учитывать английский язык Вы будете Купите какую-нибудь Недорогую книгу То есть Недорогой Недорогой переплет Недорогой формат И где вы можете Прям в книге Писать перевод Писать перевод Или когда вы читаете Тоже держите С собой Маленькую тетрадочку Вот так как я держала Вот так как я вот держала И у меня вот еще там Другие есть тетрадки У меня очень много этих тетрадок Я куда только Не записывала Что только не записывала И таким образом Когда фраза Будет повторяться Вы уже будете Потому что Какой-то Например Автор Который пишет Данную книгу Он же Говорит на каком-то Определенном языке И строит Значит пишет И строит фразы Так как вот Присущи только ему Поэтому Когда вы читаете Сначала выписываете И переводите Потом уже в конце книги Вы уже даже не будете Выписывать Вы уже будете Понимать этого автора О чем он говорит Что он говорит И вы будете Таким образом Запоминать прям фразами И слова будут у вас Запоминаться И так далее Вот Сейчас когда я Например Если не понимаю Какую-то фразу Кто-то что-то сказал Я смотрю телевизор И какая-то фраза Я Какое-то слово Я его не знаю Я тут же иду У меня всегда Компьютер рядом со мной Я тут же открываю компьютер И раз-раз-раз Набрала И посмотрела перевод А вот это вот Это значит И еще раз Про себя стараюсь Как эту фразу Там проговорить Или Ну вот Когда ты уже Знаешь Более-менее Какой-то у тебя Запас Слов есть То потом Другие слова Приклеятся к этому Запасу И ты таким образом Больше уже начинаешь Усложнять свои предложения Которыми ты оперируешь Которые ты используешь В разговорной речи Или при написании Таким образом Вот Цепляя слова Один за другим Со временем И Вы будете учиться Английскому языку Вот Изучение английского языка Очень интересный процесс Тем более Если вы заинтересованы Когда вы не заинтересованы Так же Как в любом Другом деле Вы не заинтересованы Вам это скучно Вы там смотрите И думаете Ой блин Чего тебе должен Английский язык Учить Да Туда Сюда Но если вы заинтересованы Если вы хотите Общаться с Интересными людьми Чтобы кто-то вас послушал Вашу идею Вы слышали А не так Чтобы А я там А И они уже заскучали Уже никто вас дальше Уже слушать не будет Отвернулись Уже дальше пошли Поэтому чтобы быстро Говорить Так чтобы Зацепить Своего собеседника Ну американца Вам нужно Учить английский язык И делать это с удовольствием Читать Больше читать На ютюбе Это я говорю Для тех Кто живет здесь в Америке Не для тех Кто живет в России Вы там будете брать классы У вас там все равно Англоязычной атмосферы нету Вы там будете брать классы Вы там как-то Тоже Старайтесь смотреть Какие-то фильмы Но все равно Когда вы здесь уже в Америке Старайтесь меньше смотреть Русских передач На русском языке Вот прям Вот возьмите Оторвите себя От русских книг От русских фильмов От русских передач Оторвите себя Посадите себя Вот на Такое немножечко Как говорится На жесткий режим Изучение Английского языка То есть Будьте постоянно В английском языке Потому что Я по себе заметила Как только я Вот изучаю Английский язык Я там читаю Я начинаю лучше говорить На английском языке На работе С мужем Как только я начинаю Смотреть какие-то Передачи на русском языке Читать русские книги У меня уже Как-то с задержкой Вылетают слова Как-то я Начинаю Задумываться При выборе слов Моя речь Моя английская речь Когда они Они понимают Что вы говорите Что вы неправильно На английском язык На английском языке Делайте это с любовью Выписывая Выписывая Запоминая Переводя Писать 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 Вот так На этом все Пишите Задавайте вопросы До следующих встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok